добрый день все эти ребята с очередным бритьем двудневная стандартная щетинка и чем мы сегодня будем брить из новинок сегодня ничего такого не будет у нас они будут такие проверенные уже вещи просто хочется побриться в кайф значит мы вам сегодня будет martin de can do original вот такая вот у нас маленькая 50 граммовая баночка очень приятный аромат и ноты фужера и травянистые нотки такие есть и деревяшечка какая-то проскальзывает поэтому давайте сразу его собственно наберем я думаю что такого количества нам будет вполне достаточно как всегда ребят в чашу давайте еще чуть-чуть мыло оно такое как хороший пластилин могу сказать что прям очень твердая вот все я думаю что такого ляпочки нам будет вполне достаточно так мы лица у нас идет вот кто не знает такой шикарной коробочки так вот убираем вот так вот она у нас хранится дальше после бритья мы сегодня ребят используем вот такой вот продукт авто шейф шопен авто шейф лошин хоман хороший продукт по мазочкам сегодня будет барсучок маленький 22 миллиметра от эпишейф предварительно замоченные гелевые волоски будем сегодня им работать и станочком сегодня ребят будет мюля р-41 старая добрый мюля с лезвиями перма шар вот так что будем сегодня ей бриться мюля 41 на ручке тибам нью-йорк так что освободим лезвие от клея и вперед ребят я думаю что тут говорить о том что что-то станет косо или криво это наверное утопия мы видим очень минимальный вылет как всегда у 41 и все шикарно так ну что давайте начнем готовить пенку пока так чуть-чуть встряхнули водичку и понеслась мыло очень быстро отвечает смотрите вот уже таким шампунем сразу крупный дисперсинг пены не уже упрям смотрите помазочек вот уже какое безобразие у нас творится в чаше приятный аромат я думаю что это она может вполне даже и хватить так ну что смочим щетинку и переходим бритьев был у меня душ но пока готовился туда-сюда уже я думаю что а 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 Шикарный аромат, ребят, который вот, как мне кажется, если бриться Мартином каждый день, он не надоест. То есть вы его чувствуете, только каждый день его можно будет раскладывать на какие-то новые составляющие, которые вы там будете находить. Вот такая у нас получается пенка. Я думаю, что даже можно было бы сделать ее чуть пожизнь, забавить водички. Но будем дриться в жарку. Так, ну что, первый проход R41, лезвие пермошарп. Новое, все, погнали. Двухдневная щетинка. Р기는. И, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу этого мифа агрессии 41-й головы я уже говорил, что... Ребят, вставить от верхней крышечки... И все у вас будет... Отлично! Отлично! Продолжение следует... Все, первый проход готов... Давайте чуть водички возьмем... Угу... Дискомфорт каждый раз ее поправлять... Угу... Угу... Смотрите, вот... Второй проход... Веганское мыло, ребят... Вот, смотрите, какая... Пенка... Шикарно! Давайте сразу покажу, сколько у нас еще в помазке осталось... Вот, смотрите... Поэтому... Я думаю, что тут еще... На один проход... Чисто в помазке точно с лишним осталось... Плюс, чтобы мы в чашу не лазили... Так, второй проход... Все... Прям... Прям... Очень душевно, ребят... Угу... 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 Проэкспериментировать чем-то... А иногда тебе хочешь просто достать... Готовый... Набор проверенный, да, так сказать... И просто им хорошо, чистенько побриться, без всякого травматизма. Только надо понимать, что любым, даже самым проверенным станком, связкой станок резви, можете порезаться. От этого никто не застрахован, да, там, может, чуть сильнее надавили, еще где-то поторопились. Но, ребят, если вы соблюдаете плюс-минус все меры предосторожности, да. Продолжение следует... Вот и все. Все шикарно. И то все у вас будет отлично. Умываемся и лосьончик. Ну, если честно. У меня по ходу бритья возникло желание сменить автошейф. Вот. Я думаю, что мы сейчас, наверное, так и сделаем. Если я найду то, что хотел. Да, вот этот вот возьмем. Сейчас вам покажу, ребят, что я выбрал. Все-таки. Он будет больше подходить по ароматике, будем так говорить. Возьмем мы сегодня вот такой вот Green Label от Razorog. Днем побольше вот этих... Зеленый шмоток. Все-таки Шопен, он более сладкий такой. И по ходу бритья-то мы... Теперь ровно все. Вот так вот мы поменяли свое желание освежиться другим лосьончиком. Но я думаю, что ничего страшного. Так что, ребят, вот так мы все не побрились. Сами видите. Видите? Что там? А, ну это нет. Прычки подрезали. Все шикарно. Все классно. Давайте подводить итоги. Ну, ребят, по мылу что я могу сказать? На мой взгляд, это одно из лучших веганских мыл. С чем мне приходилось сталкиваться. Вообще, как бы, никаких вопросов. Если есть возможность, ребят, попробуйте просто, чтобы узнать, что это такое. Кто говорит, что за эти деньги там можно купить целый состав мыла. Ребят, вы сначала попробуйте, а потом скажите, хорошее мыло или нет. Поэтому, я лично никогда не говорю за какой-то продукт, что он плохой или хороший, не попробовав его. Как бы, у каждого есть свое мнение. Каждый может его высказывать. Но, на мой взгляд, более правильно, когда человек попробовал и потом уже высказывает какую-то свою точку зрения. А не то, что там где-то там почитал, посмотрел, кого-то послушал. Все. В топку или супер. Ну, сами должны понимать. Дальше. Помазочек, ребят. Ну, хороший, небольшой помазочек. Я считаю, что вполне удачная моделька. Не колется. Может быть, я не знаю, там, если им регулярно пользоваться, он еще быстрее, как бы, войдет в свою рабочую стезю. Но я им пользуюсь редко, так как помазков немало. Я не могу сказать, что их много, но их немало, да? Ни один, ни два, ни три. Поэтому периодически его просто замачиваю, промываю там с мыльцем и все. Чтоб он сильно не засыхал. Будем так говорить. Дальше. Ну, ребят. Р-41. Ну, тут классика. Это вечная классика. То есть, тут кому-то или нравится, или не нравится. Все. Больше тут что-либо сказать сложно. Поэтому я считаю, что это очень достойный станочек за свои деньги. При правильном подходе дает классный результат в бритье. И полностью может удовлетворить любого человека. Опять же, подобрав правильную технику, подобрав лезвие, вы можете получать от него истинное удовольствие. Лезвие. Ребят, лезвие Permasharp является одним из любимых у меня. Можно так сказать. Подходит к любому станку, которому, в принципе, которыми я пользовался очень мало. Станков. Даже сейчас, если честно, не могу вспомнить, где бы они мне не зашли. Поэтому, шикарное лезвие. Пользуйтесь, пробуйте. И составляйте свое мнение. Лосьончик, ребят. Хороший, недорогой лосьончик. Стандартная посудина от Разорог. Такая фляжечка стеклянная. Видим, что с полиграфией ребята чуть-чуть поэкономили. Вот, то есть, вода попала, она быстро стала такой вот, не очень, как бы, приглядной. Но такой, знаете, олдскульный теперь. Внешний вид у нее. Приятный, хороший спиртик. Немножко прижег, и все. И на лето то, что требуется. Вроде обо всем, ребят, рассказал, что у нас сегодня участвовало в тесте. Пены, смотрите, сколько у нас еще осталось мыла и пены. Вот. Я думаю, что это... Сейчас смою, промою. Плюшечка с мылом, которая была. Ну да, тут ее, ребят, хватит. Все, не на раз. Вот, смотрите. То есть, сейчас я вот ее промыл. Оставлю сушиться. И до следующего раза она у меня просто будет стоять. И ждать своего, своей очереди. Так что, ребят, всем хорошего дня. Всем хорошего бритья. Всем здоровья. Вам и вашим близким. До новых встреч. Пока-пока.